Всем привет! В этом видеоуроке я покажу вам, как сделать кошелек для монет своими руками, который можно пристегнуть к сумочке, портмоне или ключам. А для пошива такого кошелька выкраиваем два отреза из хлопчатобумажной ткани разного цвета, размером 16 на 20 сантиметров. И еще выкраиваем изолон толщиной 2 миллиметра для уплотнения кошелечка. Кошелек можно подвесить, поэтому сделаем шлевку из полоски ткани 5,5 на 9 сантиметров, которую проденем через полукольцо. А закрываться наша монетница будет на вот такие пластиковые кнопки. Это схема, по которой я раскрою кошелек. Данный угол я сделаю закругленным. Для этого возьму бобину ниток и делаю закругленный угол. Чтобы увидеть эту схему, нажмите на паузу и перерисуйте ее. Далее берем изолон, накладываем его на схему и переводим, так как он прозрачный и нам хорошо видны все линии, чтобы не вырезать лишний раз. Делаем закругленными уголки и вырезаем. После чего укладываем изолон на наш крой и обводим его. А теперь заготовим шлевку. Здесь все просто. Заутюживаем припуски вовнутрь, затем складываем деталь вдоль пополам и отстрачиваем по срезам. А дальше просовываем шлевку через полукольцо и закрепляем его, прокладывая строчку близко к полукольцу. После того, как мы перенесли контур кошелька на наш крой, мы будем обтачивать верхнюю деталь, нижнюю. Но для начала помещаем шлевку между нашими деталями и закрепляем ее. Скалываем два отреза булавками и идем на швейную машинку. И прострачиваем вдоль наших нарисованных линий, оставляя отверстие, чтобы вывернуть монетницу. Прокладываем строчку таким образом, чтобы она проходила по внутренней стороне данной детали, отступая от намеченных линий примерно 5-7 миллиметров. Теперь вырезаем деталь кошелька вдоль нашей проложенной строчки. Ткань у меня рябая, не очень хорошо видна моя строчка, но думаю, вам и так все было понятно. После срезаем припуски на уголках и делаем надсечки на внутренних уголках. И также делаем надсечки по закругленной части кошелька, чтобы край хорошо выкладывался, когда мы вывернем данную деталь. И все, и выворачиваем. Выправляем все уголки, помогаем себе колышком или аккуратно вытягиваем эти уголки. Затем приутюживаем. Теперь берем изолон, который мы краили по нашей схеме и делаем его меньше на 7 миллиметров со всех сторон, потому что мы его будем помещать в наш кошелек через отверстие, которое мы оставляли. После того, как приутюжили кошелек, укладываем на него изолон и смотрим, достаточно ли мы срезали. Если нет, тогда подрезаем еще. А вот сейчас размещаем его внутри кошелька. Отверстие, которое оставляли, его нужно зашить. Можно прострочить на швейной машинке, а можно это сделать вручную по тайным швом, что я, в принципе, и сделаю. Далее переходим к швейной машинке и стачиваем кошелек по боковым. Совмещаем один край с другим и стачиваем, делая в начале и в конце закрепки. Хотя это можно было также сделать вручную по тайным швам. Вот такая коробочка у нас получилась. Осталось установить кнопки. Находим центр на крышке, отступаем вверх полтора сантиметра и устанавливаем кнопку. Затем закрываем крышку и находим место, куда мы установим вторую часть кнопки и устанавливаем ее. Вот и все. Монетница готова. Получился такой яркий миниатюрный кошелечек. Долго я его трясла, переворачивала с монетами и ни одну не потеряла. Так что получился очень даже хороший кошелек. Если вам был полезен и интересный данный видеоурок, ставьте пальчики вверх и подписывайтесь на мой канал, чтобы не пропустить мои новые уроки. Ну а я побежала шить дальше. Пока-пока! Представьте себе, что сколько угодно новой одежды может стоить 6 тысяч рублей. Сложно представить? 6 тысяч рублей средняя стоимость швейной машины, с помощью которой вы изготовите любую одежду в любом количестве. Сделайте заказ на textiltork.ru, назовите промокод TTB и получите гарантированную скидку до 20% на любой заказ. Плюс подарок! Продолжение следует...